Всем привет, всем привет! С вами я и еженедельный традиционный отчет по стоковым делам моим. Продолжаем болеть, 37,2 перманентно прекрасно, вот уже сколько? Уже две недели почти, ну короче не знаю сколько мы еще будем болеть, хотя на самом деле у Даши вообще уже все зашибись, а вот я еще хожу страдаю и радую себя только, знаете, душем и заказанной пиццей, вот максимум, что может вообще меня порадовать. Но при всем этом не отвлекая, так сказать, от каких-то рабочих процессов, но таких небольших стоков, точнее по каким-то заказам я сейчас расслабилась, так как, нет, чуваки, не могу, потому что, ну, с Даши что-то поделать такое прям, где нужно включаться невозможно. Соответственно и занятия тоже у меня пока никакие индивидуальные не идут. В общем, развлекаемся как можем. Бессонница почему-то меня тоже мучает, но ложусь, как Дашу там почитаю, она заснет и я с айпадиком рисую какую-то красоту. Вот, также мы с Даши продолжаем делать текстурки акриловые, очень прикольные, мне очень нравятся и я их загружаю. Вот, и давайте сразу с шаттера начнем. Я на шаттер загрузила, как показывала мне практика, 6 картинок, но мне что-то кажется, что какая-то лажа в этом может быть. И я думаю, может быть, у меня удалили картинки с сетом моим, который для взрослых, не знаю, не знаю, надо посмотреть. Вот, хотя, ну, короче, вот, что-то там. Потому что на этой неделе я только в последней загрузке у меня было, по-моему, картинок 8, либо я просто налажала с цифрами. Вот, такое тоже может быть. И в итоге, вот, показывает, что я загрузила 6 картинок, у меня сейчас 2111 изображений в портфельчике. Вот, текстурки буду еще грузить, у меня картинок 30, наверное, сейчас на подгрузке, я их потихонечку подгружаю. И сволочь, шаттер все равно пишет, что, типа, семиляры, вот, текстуры, они разные. Ну, вот, реально, там одна цветовая палитра, но они разные вообще. И вот, нет, шаттерсток, типа, семиляры, я такая, слышь, ну, как бы, хватит уже. Вот. А продаж было 15, и как-то это, новогодние уже пошли, покупали у меня по нескольку раз одни и те же картинки. Меня, кстати, иногда это как-то удивляет, потому что, вроде, картинок много, и тут, бац, одни и те же варежки взяли и три раза купили. Вот, и как-то, вот, они, что ли, выскакивают, кто что купил, и кто-то их находит. Вот, вот, если вот в таком формате, то клево. Но, как я и говорила, на шаттер я немножко подзабила. Я тут выяснила, зашла, что у меня четвертый уровень. Вот, когда я на него перешла, я почему-то не обратила внимания. И на ценнике, мне кажется, я это почувствовала, потому что в последнее время есть продажи по 10 центов, но и по, там, доллар, там, 50, 2, 90, там, с чем-то. Ну, короче, такие тоже идут, и вот как-то они стали повыше, чем предыдущие. Видимо, процентовочка, знаете, сказывается. Вот, а может быть и нет, может быть, просто вот так вот сложилось. Но, как я уже и сказала, на шаттер я, как бы, немножко положила, потому что концентрируюсь сейчас на другом. Но, вот, делаю те же самые наборы для креатив маркета, кстати. Я делала, значит, два, оформила набора с текстурками, которые мы заливали из акрила, и сделала их в разных цветовых решениях. Они очень прикольные, очень мне нравятся. Загрузила, но была продажа моего, этого набора с черно-белыми текстурами на креатив маркете. Вот, я, кстати, решила вывести бабло. Не знаю, посмотрим, как там идет. Алена говорила, что в конце месяца, типа, если там до какого-то числа успеваешь, они, типа, вот тебе списывают, перекидывают. И мне почему-то показалось, что сейчас конец месяца. Ну, я, видите, теряюсь в днях. Хотя, мне кажется, уже середина месяца это его конец. И, в общем, я думаю, ладно, выведу баблосики. Пусть это, пусть будут, потому что так как-то приятнее вести потом статистику, что там за месяц, что не за месяц. Вот, если будет продажа, еще тоже вытяну, чтобы прям вот с первого числа у меня было по нулям. Хочется вот так вот. Так, что еще? Креатив маркет 2 паттерна. Вот я себе записываю, а что? Это явно не про креатив маркет, это про паттерн банк. Я туда загружала, по-моему, 4 паттерна. Вчера еще подгрузила лилии. Они на проверочке. Видеопроцесс я тоже буду выкладывать. Очень-очень они классные получились. Но пока еще проверяют. И вообще на паттерн банке у меня что-то проверялось. Мне кажется, дней 5 висело все. Поэтому, как бы так, очень медленно процесс идет. И я, конечно же, жду своих первых продаж на паттерн банке. Но точнее даже не так, что прям сильно их жду. Я, опять же, помню, что все долго раскачивается. И здесь не так, как на шатре. Может быть, дольше. У Виты вот через месяц была первая. У меня, когда первая будет, не знаю. Посмотрим. Но должно быть, вот сколько они писали на своей странице. Я, по-моему, тоже рассказывала, что у них сколько дизайнов, а сколько дизайнеров. И, ну, короче, минимум 40 работ вот там должно быть. И потихонечку туда буду рисовать. На самом деле, мне очень нравится делать паттерны для паттерн банка. Потому что здесь вот можно оторваться в плане разных цветовых решений. И ты все это сохраняешь в один проект. И загружаешь это как один паттерн. То есть ты, в принципе, можешь и второй такой же загрузить в другом цветовом решении. Но в комплекте, когда его продаешь, ты прикрепляешь в PSD-шку. Блин, мне кажется, я уже все об этом говорила. Ну, короче, я до сих пор этому радуюсь. Загружаешь в PSD-шечку, где все по слоям, вот эти вот все вещи есть. И прям вот, ну, нравится мне. Нравится, нравится. И мне прям хочется, знаете, какой-то такой сложный паттерн нарисовать с какими-то птицами. Какие-то вот прям вот что-то такое. Засесть, чтобы вот красота-красота была. Вот. Но вчера, например, в ночи я рисовала просто такие какие-то линии абстрактные. Думаю, ладно, надо то, что меня как-то расслабит, убаюкает. Ну вот. И, в принципе, так и получилось. Вот. Перекинула уже. Надо теперь его обрабатывать. Что еще? Spoon Flower. Я туда тоже добавила два паттерна. И была одна продажа всего на 20 центов. Ну, как бы это. Ладно. Кстати, на Spoonie сейчас что-то много каких-то акций, распродаж. Вот. И у них довольно-таки часто всякие фишки вот со скидками, с бесплатными доставками. Поэтому, конечно, круто. Но я еще, видите, ничего не набрала. Вот. Надо вообще мне доделать свой старый наборчик, который я начала собирать с террасо-паттернами. Я какие-то уже на шатр закинула. А вот собрать их вместе... Я просто хочу еще парочку сделать, чтобы прям был набор. И для креатив-маркета его тоже зафигачить. Вот. Но посмотрим, что будет. Что еще? Да, как-то, знаете, как-то все. На Adobe было две продажи. Вот. Раскрасок. И все. Вот. Ну, Adobe как-то я туда тоже продолжаю грузить. Просто тоже удобно, когда на шатрах грузишь. Скопировала название. И все. И забил. Вот. А из 100, кстати, я вообще забила. Я даже вкладку удалила. Думаю, ну нафиг. Хотя там какие-то продажи были. Какая-то там сумма МСИД. Вообще. Клала я на нее. Такие дела. Такие дела. Вот. Будем выздоравливать. Стараться. Вот. У нас тут вообще с садиком веселуха. Там у кого-то обнаружился ковид. И причем это было, так как мы были в контакте с этим ребенком. Мы уже, видите, успели переболеть. Но только сейчас у нас решили взять анализы на это дело. Вот. И мы поперлись в поликлинику. И все дела. И я такая, причем не хотела идти в поликлинику. Думаю, отца-то, что там будет толпа народу. Еще только час выделили, чтобы вот прийти и сдать. Начала в коммерческие всей постраховке звонить. Вот. А типа такие, а мы вас не пустим в поликлинику, потому что у вас был контакт с ковидным. Я такая, ну ладно. Вот. И в итоге плюнула, пошла в поликлинику. И там было все круто. И там было все отлично. Там действительно для нашей группы только выделили этот час. Там отдельный вход. Народа вообще никого. Я пришла с Дашей, я ее даже не раздевала. Так шапку сняла, куртку. Все, взяли в мазок и пока. Отлично. Вот. И заодно, конечно, хоть прогулялись, прошлись по улице. А то это вообще адок. Вот. Надеюсь, вы не болеете. Вот. Хотя сейчас болеют все. И я уверена, что кто-то больной точно смотрит мое видео. Вот. Сейчас подумала, что кто-нибудь пошутил. Типа, Катя, все только больные и смотрят твое видео. Вот. Ну ладно, это так. Мысли вслух. Башка, конечно, правда, чудная. И вот эта вот постоянная 37,2. Она не такая вроде противная, как при там ОРВИ. Ну, обычных всяких этих делах. Но она все равно тупая. Вот. Просто понимаете, о чем я. Иногда 38 лучше, чем 37,2. Но вот это она какая-то странная. Ладно. Здоровья нам всем. Жирных продаж, чтобы у нас рисовалась всякая красота. Наборчики на Креатив Маркет складывались. Паттерны красивые создавались. Их покупали. И были все счастливы. Вот. И опять же. И здоровы. На этом кланяюсь. Прощаюсь. В конце чуть-чуть добавлю того, что загружала. Ну так, только одним слаймом. Слаймом. Все. Это тоже детские тусовки. Слайдом. И что покупали тоже. Да. Вот. Простите за тупку. Мне можно. Вот. Я на больничном. Все. Пока. И как хорошо, что можно вас мимо целовать. И говорить с вами прекрасно. Потому что дистанцию мы стопудово соблюдаем. Чао. Продолжение следует.